МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удельники суместного посяжения Президуума Кармянского районного совета депутатов и райвы Кангама одни наголосно потреблялись кандидатуру директора к СУП «Звязда» Галины Трбунах. Працевать в агропромысловом комплексе она начала в 1997 году, а празд 10 годов узначали лагосподарку, якая зараз является одной из самых поспеховых на территории в области. До речи, за свои працовные досягнения Галины Трбунах признана переможцей областного споборництва «Человек года-2016» у номинации «Человек на земле». АКСУП «Звязда» занесена на республіканскую дошку гонору по экономии ресурсов. Я хочу выразить огромные слова благодарности, потому что это действительно очень высокое доверие. И я даже не нахожу слов, что можно сказать по этому поводу, но я постараюсь оправдать это доверие, выполнять все, что я смогу выполнить, все, что будет в моих силах и, конечно же, оказывать максимальную помощь всем. Так само сегодня у Мазыры на суместном посаджении Президуума районного совета депутатов Ирайвы Канкама у якости потенциального представника у Верхней палатки Белорусского парламента обрали директора городской средней школы номер 16 Оксану Ковалькову. И она працует в системе адеквата больше, чем 15 годов. А у Ельску вылучен Рыгор Дворак. У 1983 годе он скончил Белорусский институт инженеров чигуночного транспорта. После закончения працывал с початком намесником, а потом начальником станции Калинковичи. С 2003 по 2009 займал посаду начальника транспортного экспедиционного республиканского предприемства «Гомель Желдар Транс». Зараз узначальвая Гомельское отделение белорусской чигунки. Нагадаем, что в Совет Республики национального схода Белоруссии повинны выходить 64 человеки. При этом 8 из них призначает президент, а еще 56 обираются на мясцовом узроуне. Выборы проводятся на основе узкозного выборчого права при тайном голосовании. Регистрация кандидата у члены Совета Республики будет проходить с 20 по 24 жениння уключна. Дмитрий Котов, Ольга Вальченко, Игорь Марышченко, телерадио «Кампания Гомель». Згодна з оперативной информацией обласе Льгаз Харчу, збожжевые культуры на Гомельщине убраныя больше, як на 80% площадь. При этом, агульны на Молодсклау, амаль 890 тысяч тонн. Лидер полевых работ – господарки Речицкого района, яке первыми завершили массовое жнево и уже отримали 105 тысяч тонн збожжа. Гэта, до речи, лепший показчику в области. Поспехи и проблемы селетней уборки у материале Олега Сенцюрова. Стримляющий фактор опошни, дни, дождей, ведьми, потребные для инших культур, и они промышляют механизаторов годинами, чакать больше сприяльных умов для протягу работ. Тем не менее, в шмат таких господарках запевнивают, что до закончения жнева им потребны минимум часу. У коммунальном сельскох господаршем унитарном предприятии два заспящих изъезд КПСС Речицкого района. Кажутя по двух днях, на протягу яких опошни килограммы сбожжа перевезут на приемные пункты. Сегодня тут убираются опошни по летке. В целом, выниками жнева у господарца задоволены. Хоть и было вельми тяжко, але огольный намолот, вероятно, будет борж летошника. У нас всего 7 комбайнов, а пассивная площадь складает 2,540. Поэтому нагрузка на комбайн, представляете, где-то получается за 400 гектар. Поэтому работаем с утра до вечера, пока можно. Сбожжа – это не только хлеб на полицах крам, а у пешу чаргу мясо и молоко. По великим рахунку, жнева – это основа стабильной работы сельской господарки на протягу усягого года. Этому и увага до его повышенная, причем на усях узровних. Мониторинг жнева комитет державного контроля у Гомельской области проводит постоянно. Як про выезды непосредственно у господарки, так и приведение промых и гарачек телефонных линий. До гонора сельгазского проемства необходимо назначить. С кожным годом порушений становится меньше. По час опошней промой телефонной линии, например, поведомлений об конкретных порушениях у вогули не было. Бо дай наибольшь распрощенное питание. Коли господарки почнуть оказывать допомогу по борце сбожжа на присядебных участках? Что-то ца вынеку проверок, яке были проведены непосредственно у господарках. То у самому початку жнева специалисты комитета державного контроля у Гомельской области означали неподрактованность участки техники до выйти на палетки. У особных сельгаз-подприемствов были кадровые проблемы. Не попало механизаторов, але у сега это пытание оперативно вырошили. Проблемы, яке контролеры региструются в почный час, связаны перш за все с финансами. Особливо значного вплыву на огульный ход работы на максимуме не оказываюсь, але по великим рахунку таких фактов не повинно быть у вогули. Был момент перебоя с топливом. Перебои с топливом даже простаивали по целому дню. Простаивала техника, не выходила в поле. Но в целом хочу отметить, что в этом году, конечно, уборочная кампания проходит более слаженно, более подготовленно. Олег Сентюров, Валерий Копанько, Телерадо и Кампания Гомель. Своё профессийное свято напереда днят значили медики, яке працуюць у сферы офтальмологии. Датой проведения был обраны день народжения Святослава Фёдорова, талиновитого советского хирурга, яке унес великий уклад у развития офтальмологии. Зараз гэта керунок медицины на Гомельщине организованы устроенную структуру лечебных установ самым сучасным обсталяванням. Об уникальных нескладанных операциях, яке гомельские урачи проводять улеченые хвилины. Репортаж Ганны Ковалёвой. Мы оказываем всю возможную помощь, которая возможна в настоящее время, скажем, в мире. Это стандартная, как бы уже считается, хирургия катаракты. Мы имплантируем лучшие в мире хрусталики, проводя бесшовную хирургию катаракты с имплантацией хрусталиков. Также у нас широко проводятся высокотехнологичные операции. У такой сферы, как офтальмология, многое залежит от обсталявания, когда оно позволяет выключить ручный удел хирурга и целиком компьютеризовать процесс, тогда шансы на выздоровление резко взрастают. Досякнуть это, как позволяет эксимир-лазерная установка, которая находится в Гомельской областной специализованной клинической больнице. Этот аппарат самый сучастный в своем роде. Проеху до помозы операцию на обо 2 влока можно провести у всех за 15 хвилин. Дорога, чем меньше должность операции, тем меньше и риска послеоперационных ускладнений. Лазерная коррекция зрения предусматривает восстановление зрения, практически полное восстановление до единицы зрения с помощью вот такой вот эксимир-лазерной установки. Когда у нас его не было, естественно, мы не могли этого делиться. Установка заявилась тут прикладно год тому. За этот час махачемость докладно бачить свет. Без окуляров и линзов отримали прикладно полторы тысячи человек. Во всю Беларуси такой же техникой можно похвалиться только столица. Дорога, Минске и Гомельске урачи тесно супрацуничают и часом становятся побачкали операционного стола, коли этого потребует здоровье пациента. Так, у сего некольки тыдня у тому Гомельске хирурги, разом с коллегами из Республиканского центра, от Рынала Рынхологии провели уникальную операцию по воманне осколка шкла звука. Зарабили это без скальпеля и разреза. Увы, неку потерпелая вока удалось захавать. Я веру в нашу медицину. Она не самая худшая в мире. А наоборот, я в этом убедился. Спасибо врачам. В общем, по-человечески отнеслись и с пониманием. И сделали все возможное. Зараз мужчина находится на реабилитации у Гомельской областной специализованной клиничной больницы. После операции отшивая себе добро. Делится уражениями и надеями на полное выздоровление. Ганна Ковалева, Сергей Лукашук, телерэду, компания Гомель. У Гомель отбылась презентация картины профессийного мастака и генерального директора Национального мастацкого музея Беларуси враченца Гомельщины у Владимира Прокопцова. Кратывную выставу организовали на 8 годин, 8 минут и 8 секунд. На плясу цевеже огляду Палацево-паркового ансамбля, якая умещает только 8 человек. Сирот запрошенных были и наши корреспонденты. Час был вызначен вельми докладно. 8 жнеуня, 8 месяца, а 8 години, 8 хвилини и 8 секунд зеранецы. Гэта вельми символичная супадзення одной личбы, якая означает час народжения у Владимира Прокопцова. Полтарыня знака бесконцасти. Яго вертання на малую родзиму не литеральное, а духовное. Яно, празмахчамость беларускай публики, бачит творы мастака там, дзе ён народзиўся. На Гомельщине Владимир Прокопцов часто проводить выставы дурыць колекции своих творов. Багатый подарунок ён зарабіў своим землякам. Перадал Дубружскому краезнаучаму музею 40 творов вядомых беларускіх мастаков за сабістой колекции. Ён палечыў, што картины будуть глядзецца лепш, калі паўецца перад шматликай публикой. На гэта раз падыход был нетрадыцыйны. Калі Париж ассоциирується с ефелевой башней, то Гомель ассоциирується вот с этой вежей так само. Это доминанта города Гомеля. Вельми такая значна исторична, культурна, я бы сказал бы, такая вот кропка. И, конечно, для мене было приемно, что сёня вот на такой вышине 195 сдается ступеней наверх. Это так само, это до неба, до зор. Так што я лечу, што гэта вельми такая адметна я лечу, такая падзеўменна, не в акадымічных залах палацца, а вот на гэтай веже презентаваць свою картину. Гэта вельми я лечу прыгожа. И хачу падзякуаць моих гомельскіх калег, які падтармалі гэту і сёня ё правялі. Жывапісны твор у Ладзімера Пракапцова «Маё Палесі», які доужыць низку абродным крае, ствараўся аутарам на працягу гэтага года. Ён выкананы ў рэлістычным стылі. Ауры іщымліва і настальгія абродным бацьковскім кутку і родная вёсты Жгунская буда Тубружськага район, надзі нарадзіўся мастак і правял дятінства, напаўніны абагольніны в образ бацьковщыны «Маё Палесі». Уладзімер Пракапцов жартуе, што будзі рады запрасіць ўсіх на свой 88-й дзінь нараджэння. І ўжо ў Сур'ёс агучывая творчая планы. В гэтам годзі будзе дарэчі выставка сумесная з Гомельскім палацапарком, анасавлено мастаццтва будзізма з Дзержавна Эрмітажа. Плануем празмесіцца адкрыць ў нашым музеі, потім будзе ўтуду Гомелі. Людміла Чарнецкая, Олесі Рудзянкова, Сяргій Лукашук, Артём Каржыцкі, Телерадиокампанія «Гомель». У Гомельскай в області з'явіўся маладзёжны доброхвотніцкі археологічны отрад, які немае аналогаў ў Беларусі. Большак 20 школьнікаў Рэчыцкага района пад керавніцтвам доктора гістарычных навук професоры гісторы Сяргія Расадзіна займаюцца раскопками старажыт на рускаха гарадзіща на тэрэторы гарадзкога пасёлка Горваль. Доброхвотніцкі отрады, організаваны областным комітэтам Беларусках і Республіканскага Саюзамолодзі, прыпатрымца дзела аддукацій, культуры і пасправах Молодзі Рэчыцкага райвы Конкама. Падрабязнасті ў рэпортажі Веронікі Варашэліной. Про тое, што на тэрэторы гарадзкога пасёлка Горваль маюцца культурны адклады эпохі старажытной Русі було вядомое 6 950-х годів. Калерэчыцкі район пасутністі з'являвся археологічній століцей Беларусі. Сьогодні одзільнікі пешіга Україні Молодзіжнага доброохвотніцькага археологічніга отрада под керівністом доктора гістарышніх навук професора гісторы Сергія Расадзіна што іх распадзіються, што їх раскопкі обовязково привядують до відкриття пакуль невядомого старажытно-русського города. Доктор гістарышних навук, гісторы і палітології Беларусського Державного Технологічного Універсітета Сергій Расадзіна археологічній дослідчій дійністю займається більше як 40 годів. Почас раскопок своїм юным помощнікам він розповідає цікаві гісторичні зв'язки з вопуту своїх особистих експідіцій. На території сучасного городського поселка Горваль у дільнікі археологічні отраду вже знайшли фрагменты старожитних бытових речів, жаночих упригоджувань і навыць чоловічі речки. Віднажити молодіжній археологічній отрад, який зараз працює у Речівськім районі, немає аналогу в Білорусі. Йон був організований Гомельським обласним комітетом БРСМ, проактивний підтрим це діла дікації, культури і по справах молоді Речівського району Канкама. Зараз у отраді заденіжені більше як 20 шкільників Речівського района. Це интересно, це природа, це, опять ж такі, нове знакомство, це нове впечатлення, потому що найти щось нове в земле і прикоснутися ладонюк історії це дорогого стоїть. Вероніка Варашіліна, Валері Гапанько, телерадоя компанія Гомель з Речівського района. І гэта була пошні інформація нашого ранішніх овыпуску. У студі для вас працювала Наталі Ігнатєнка. Я і мої калекі жадаєм вам удалого дня. До нових зустріч у ефірі! Дякую за перегляд!